Итак, я вам сегодня предлагаю обсудить, у меня есть никакие дополненные данные, совершенно нечаянно, в пользу того, что известный французский писатель Александр Дюма и известный русский писатель Александр Сергеевич Пушкин – это один и тот же человек. Значит, эта гипотеза уже высказывалась ранее, но надо сказать, на чем она основана. Кажется, ей очевидно гипотеза, правда же. Один в России погиб, был убит на дуэли в 1937 году, второй великий французский писатель прожил аж до 1970 года, до пожиления в разных странах, у них разная пирография и так далее. Почему люди вдруг начинают считать, что это один и тот же человек, с какой стати? Может быть, мода на все объединение, но не только. Но в самом деле, это два писателя единственных в мире, которые имеют негротянские корни. Именно Пушкин имеет негротянские корни в том, что у него прадед был Ганнибал, известный раб Петра Великого. А Александр Дюма считается, что у него бабка по материнской линии была негротянкой. А Александр Дюма, это был некий французский генерал, очень известный, выраженный на Великой Французской революции. И вот таким образом, вот с этой скриловкой, с его матерью, у него появились какие-то отношения. И после этого появился великий французский писатель. И вот два великих французских и русских, могут ли они сталкиваться. И в самом деле, если мы представим себе немножечко картинку насчет того, что Пушкин в более зрелом возрасте очень бы хорошо питался, очень сильно бы раскранился, то мы действительно можем попытаться понять, что тот рисунок, который мы видим на портретах позднего Дюма, может быть, будет слегка похож на Александра Сергеевича Пушкина. Но у них у каждого есть своя биография, могут возразить. Они давно были известны, жили в разных странах, в те времена путешествия с ними занимало десятки дней и так далее. Кроме того, каждый много плодотворно работал. Ну, как считается того, что каждый много плодотворно работал, сразу же хочется посмотреть на закон. На историческое наследие Александра Дюма. Родился, как мы знаем, в 1802 году. И на момент смерти Пушкина, то есть в 1837 году, как и в 1837 года, как ни странно, он почти ничего не написал. Все, что написал, это десяток поезд, летят, все. А ему и было 35 лет. Лермонтов погиб в 1927. Пушкин в свои 37 годы написал кучу всего. Человек, великий французский писатель, уже достаточно зрелого возраста, почти ничего не написал. Десять пьес для театра на французском языке и больше ничего. После того, как погибает Пушкин, начиная все чудеса в 1937 году. Оказывается, что начинается, он пишет все свои крупнейшие произведения. И трилогию, которую венчает в 1945, и трилогию о трех мушкетерах, и граф Монте-Кристо. И самое главное, в 1940 году выходит его роман «Очень и Кристо». Как он воспринято ему в советской литературе называемое. Где, по свидетельству современников, Дюма поражает весь окружающий мир хорошим знанием перипетий русской политики. Посмотрим, кроме того, на другую сторону, говорят, ведет следующую точку зрения. Насколько, с кем же они общались и с кем они дружили. Оказывается, в лучших друзьях у них был известный авантюрист Дантес. Считается, что Юрий Пушкин в его руке погиб. Он же для Пушкина был не просто другом, они же были женаты на сестрах. То есть он был ближайший родственник. Дюма дружит с тем же самым Дантесом. И дружит до своих самых последних дней. Почему он же эту информацию не Дантеса поочеркнул, написал учитель фельдования. Это тоже удивительно. Хорошо, говорим мы. Почему же в лицее Пушкина называли французом? Ответ. Первая версия. Тем, что у Пушкина его родной язык французский. Это язык, на котором он учился первым говорить. А потом он же учился говорить на фрусском. Конечно, Берлин, его первый язык, который французский язык. Вторая точка зрения, она состоит из известного анекдота, когда Фридрих Великий вызывает к себе Вольтерри и говорит «Скажите, скажи, Вольтер, почему на всех континентах есть обезьяны, а в Европе вместо обезьянов французы?» На что ему Вольтерри отвечает? Французы не обезьяны. Француз – это поместь тигра с обезьяной. А поскольку был такой задористый энергичный характер у Пушкина, его некую особенную смешность называли обезьяну, он стал и французом. Потому что француз – это смесь тигра с обезьяной. Тигра – это то есть те обезьяны. В известной же порядке 30 дуэлей Пушкина, которые для его противников не хочется ничем. Был случай, например, в Одессе, когда он стоял и добился того, что вызвали на дуэль. И в него целился офицер его противник, он внутри его стоял и на людях делал черешки. И тот, конечно, промахнулся, а тот, так, Пушкин от своего выстрела отказался. У него много таких забавных вещей было. И вот мы действительно видим странную вещь, что Пушкин у нас пишет часть стихов своих на французском языке. Достаточно. Мы видим, что Александр Дюмара до смерти Пушкина, так называемый, почти ничего не писал. Ирского пьеса. После этого у него начинается взъезд. По пять, по шесть романов в день. Говорят, что он завел фабрику. Не только другие писяки на нем работали, например, граф Монтекрис написан на день им. Кстати, главный герой Дантес. Фамилия Дантес. Как его друг и как убийца Пушкина, родственник Пушкина. Что тоже как бы доставляет некое удовольствие. Хорошо говорим, но все равно же это как бы безумие. Безумие. Как может быть великий французский писатель, одновременно великий русский писатель. Смотрим, кого же он больше всего на свете любил, и кого он любил переводить. Переводил он, как ни странно, Пушкина. Димау у нас канонический переводчик Пушкина считается. Существует специальное, я читал исследование по поводу, почему Вима переводит Пушкина именно так. Но он же не владел русским языком. А в литературе говорят, что он еще кого-то из русских писателей переводил. Он же не владел им, но переводил Пушкина. Точно так же. Тот факт, который я недавно обнаружил, как ни странно, я читал воспоминания Абдути Панайбой. Она состоит в том, что в 58-м году к ним приехал Дюма, Петербург, вот на дачу вот там у нас под Ронинбраун, где-то, в тех местах. Он приезжал и был любительно навязчив. Без приглашения он взял свои шлемотки своих пресных и приехал жить к ней. А Панаева, она была у них с мужем, и Некрасовым был такой союз на троих. В каком они там порядке спали, история умалчивает. Но она считалась его как бы гражданской женой. И все это было бы накроено, это удивительно, но почему Дюмасову приехал в Россию, в которой он два года был, между прочим, он приехал именно по местам, где был Пушкин в 21-м году. Это точно так же. Те же путешествия двухлетние было. И Кавказ, и Крым. Ну, кроме того, он съездил сюда, в Карелию, и на все эти остальные вещи. Почему он выбрал их? Потому что он вообще там, как описывает Панаева, находился в ней неких рамок приличия. Он настолько был навязчив, так часто к ним ходил, и просто хотелось у них жить. Панаева даже вынуждена пыталась с ними не общаться. А каким образом она пыталась с ними не общаться, это тоже очень смешно. Она попросила своих родственниц, каких-то племянниц, по-моему, сделать вид, что они не знают французского языка, и говорить с ними только по-русски. Тогда она надеялась, что вот этот самый Дюма, который русского, разумеется, не знает, он как бы останется в ней игре, ему будет скучно и неинтересно. Ну, в чем особенность этой пары, Панаева и Адутия Панаева и Никаса? А тем, что они были многолетними издателями журнала «Современник». Журнала, который основал их, Александр Сергеевич Пушкин, за год до своей гибели. Поэтому, как бы, тоже это доставляет некое удивление. Неудивительно, что человек, приехав в Россию, первым делом разыскал их, и тусовался, и существовал возле них, потом через некоторые правила приличия, постоянное прирусское. Панаева, как тогда могла, пыталась бы с ним даже грубо. Но напоследок, уезжая уже куда-то, по-моему, на Кавказ, она говорила кучу комплиментов, и она расставила. Это вот всякие вот такие мелкие факты, о которых хочется сказать. То есть, смотрите, умирает Николай Первый, через некоторое время сюда, пускай приезжает Александр Сергеевич Пушкин под видом Александра Дюма, будь может. Вот это означает, что в 1937 году, разумеется, его не убили. Давайте посмотрим еще раз на биографию Александра Сергеевича и на Александра Дюма. В чем она особенность? Во-первых, кто такой Александр Сергеевич Пушкин по своей роду занятий? Он архивный юноша, то есть он служил в Министерстве иностранных дел. По большому счету, то есть тем, что он назывался, называется тем словом, что это внешняя разведка. Это его специальность. Ну, разведчик. Штирлиц-постой. Путин, кто еще там? Путин просто аккуратно в дружесной стране, а он по специальности был такой. Вот. Теперь на его биографии все знают его путешествия на юг, что его типа сосали за какой-то стишек, он написал, его вызвал генерал-губернатор Петербурга, и его отправили в ссылку на юг. Ссылка эта с 21 по 24 год она пребывала. После этого он опять исчез, приехал в Петербург, и вот опять отправили ссылку под назор его отца. Они быстро поссорились. Но как проистекала ли эта ссылка? Это проистек, про нее очень интересно рассказывать. Сказывать? Южная. Южная, да. Южная ссылка, что он в течение 2-3 месяцев посетил все эти места, которые связываются в Уиме. На Кавказе есть какое-то место с Пушкиным, грот Пушкина в Крыму, Пушкин в Гурзуфе, Пушкин где-то так. Это путешествие нескольких месяцев. После этого он отправляется в Одессу, и, как говорят, генерал-губернатор не очень настаивает на том, чтобы он работал, когда он путешествует до юга Кишинев и куда-то еще, где он там не было места, его практически никогда нет на месте. Он то у одного в поместье, то и у другого. По всей видимости, можно сделать некое странное предположение, что на самом деле его на юге там и не было никогда. То есть он совершил первое путешествие, первое место в своей южной ссылке. Дальше он отправился в ту страну, в культуре, в которой он полностью принадлежал, именно от Франции, и на языке, о котором он говорил и думал. Посмотрим, послучилось ли то же самое с Александром Дюма. Александр Дюма считается, что был сыном некого генерала. Но в возрасте 20 лет он приезжает в Париж, и его никто не знает, его никто не понимает. Все относятся к нему подозрительно, потому что про его отца мы забыли, про то, что у него был сын, никто не знал. И только в конце концов ему дается у кого-то там сановника получить рекомендательное письмо. То есть ориентировочно в возрасте в 22-м году, это в то время, когда Пушкин находился на южной ссылке, здесь появляется некий молодой человек, и первым делом, что он связывается, это с обществом неких литераторов. Про это пишет очень мало. К 24-му году, более того, как время окончания Пушкинской ссылки, получается, что у него там родился еще сын, известный как Александр Дюма-младший, автор Дамы Скамелии, знаменитый классик тоже французской литературы. И начинается подобного рода вещь забавная. То есть нам хочется проверить еще по другому принципу, насколько это правдоподобная история, что на самом деле Пушкин был просто, все называется, разведчиком, который был отправлен в Париж под предлогом того, что его отсутствует, под предлогом так называемый Южный Санкт. Ну, первым, очень хочется сравнить рост двух этих персонажей. Самое главное, когда мы к этому делу обращаемся, слышно, мы пытаемся сравнить рост обоих этих объектов. И вот тут-то у нас начинаются нестыковки, потому что некоторые говорят с Тукушкин метр 64, другие говорят 100 метр 60, несколько говорят что метр 65, а про Бальзака, Бальзака, про Дюма-говора был очень высокого роста, может быть, метр 90, но не в одном месте приходилось найти. Заметил, что воспоминания Панаева, который его описывает, как он его живых переваривал гвозди, как он был жизнелюбивый и активный. Совершенно ничего не сказано по поводу его богатырского роста для середины 19 века, метр 90, прописываемый Дюма, это чрезвычайно высокий рост, это по нынешним временам чрезвычайно высокий, плюс высочайшая тучность, то это было бы как бы все это странно. Но какого же роста был на самом деле Пушкин? И тут в попытках это дело определить сразу же, я наталкиваюсь на любопытный документ, оказывается, Пушкин тяготился своей ссылкой в Михайловском и написал некоторое словесное портрет, описание, паспорта некоторому христианину, который должен был отправиться путешествовать. Под видом христианина он должен был путешествовать урон. И там рост указан, метр шестьдесяток. То есть Пушкин в некой фальшивой бумажке указывается в настоящее раз, что под видом христианина он должен куда-то сделать. Ну что здесь самое интересное? Самое интересное здесь оказывается то, что даже сохранился документ, по которому Пушкин под чужими документами должен был куда-то уехать. То есть, скорее всего, для него такая практика путешествия под чужими у него куда-либо еще, она нормальная. Вспомню опять его факт-биографию. Все знают гугольского визора. Но считается, что сюжет ему подсказал опять-таки Пушкин, который куда-то там приехал и его приняли за контролирующую организацию. То есть, опять инкогнито человек куда-то путешествует. Он не только фальшивый паспорт после себя оставил, но он еще куда-то путешествует. И действительно, тогда посмотрим на ситуацию смерти того и другого. Мы знаем, что в тридцать первом году Александр Сергеевич Пушкин после долгих ухаживаний и одни первые пувытки отказа женится на прекрасной, но красивой девушке Наталье Гочаровой. В тридцать втором году по газетам проходит сообщение, что Александр Дюма убит, расстрелян реалистами. Скорее всего, если мы действительно думаем, что Дюма и Пушкин один и тот же человек, он попытался вернуться к своей семейной жизни и бросить ту самую французскую лечению. Он был тридцать втором году, считалось, что убит, потом оказалось, что это не так, что на самом деле он бежал и скрывается где-то в Швейцарии и где-то что-то пишет. У Дюма, как и у Пушкина, вот такие странные ссылки многолетние, непонятно, за что они видны типичные. Точно так же позже он сидел в Бельгии годами. Точно так же. А посмотрим на ситуацию тоже гибели Пушкина собственно в тридцать седьмом году. Я говорил, у меня было много дуэля, он никогда не стрелял, никто в них не пострадал. Но что здесь... Дальше так, что значит тридцать второго года? Что с Дюмой, Пушкин? Что ему стреляли? Что с Дюмой расстреляли реалисты. В тридцатом году у них была революция, в тридцатом году у них была революция, считается, что Дюма сам Королевский дворец штурмовал. Для него это было типично. Он штурмовал Королевский дворец, потом он уже в очень зрелом возрасте, до 60 лет сажался за объединение свободы Италии, австрийского владычества. Для него это было типично. Он во всех перегрядах, переделок, как всегда принимал некоторые свои активные участия. Вот. Такая. Это сравнивается с Дюмой отец или с Дюмой сыном? С Дюмой отец, конечно. Дюмой сын родился в 1824 году, как раз во время наличия Пушкина, где-то там, на югах Южной Сырки. От простой, может, годмечной политической. Но, тем не менее, от него не отказался, хотя он здесь никогда не жил, в общем-то. Но он дал ему хорошее образование, считается. И содержание его мать. То есть, вот такая ситуация по Дюмой сын. Вот. И вот этот странный факт, опять. Что могло считаться проблемой? Мы знаем, что после 1925 года путешествие Николая I, Николай I стал личным цензором Александра Сергеевича Пушкина. То есть, он был по большому счету фаворитом. Ну, я так понимаю, насколько я эту ситуацию понимаю, я думаю, что Николая I всевластного самодержавца, наличие умного и талантливого человека рядом с собой чрезвычайно тяготило. Я не думаю, что роман Николая I женой Александра Сергеевича, Натальи Гочарова, был романом, что называется, по любви. Это был абсолютный монах, который по большому счету своим почленным мог показать все другое, но я думаю, что он сделал во многом части специально. Цель его была просто унижение великого поэта. Из-за этого он пользовал его жену. По всей видимости. Ну, тут моя просто гипотеза. Безусловно, Пушкин опять не мог, но ему была показана выхода, говорит, это не мед. У тебя нет твоего жену, которую ты любишь, и у которой дети пользуют сам император. Поэтому его письма, эти ярости, чего-то еще опрощенные на самом деле. И Дантесу как бы считается, считается, что и Дантесу тоже была не только с твоей женой. По всей видимости, это была парафраз, переработка некоторых писем, обращенных в сторону Николая Первого. Вот это моя такая гипотеза. И, безусловно, из этой ситуации гордый, умный проект должен был как-то выйти. Он выходит тем способом по всей видимости, что он договаривается со своим ближайшим родственником и другом, с человеком, который имеет дипломатический иммунитет, он является сыном нидерландского посланника приемного, хотя говорили, что он является его любовником. Единственный человек, который от гнева царя может не пострадать, по сути, его ближайшим окружением, он с ним договаривается по поводу того, чтобы фальсифицировать эту самую дуаль и таким образом сбежать от России. Тем более, что у него уже есть другая личность по большому счету. Вот и происходит. Кто-то куда-то стреляет, никто ничего не видит, людей не Пушкина, умирающего, поэтому не подпускают. После этого не хоронят его почему-то в Петербурге, а везут за 400 километров пушкинские горы в Водниково. Его сопровождает его единственный друг. Всякие присутствия всевозможного народа, но оказывается, нежелательный. Согласитесь, что было бы десятки, сотни людей, которые были бы в роду моего гроб. И не особо горевал. Гроб его сопровождать. Да, и тут практически сразу же Александр Тюмар в 44-м году, сразу же после двори Пушкина несчастной, наконец-то женятся там, во Франции. От этого он был не женат. На ком? Ну, на артрисе театра. На артрисе театра очень быстро разводится, небольшое количество женщин и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть вот такая вот эта странная у них параллель. Он исчезает, стало это известно Николаю Первому или не стало, это непонятно, скорее всего, стало известно. Они достигают некому консенсусу, и тут с Александром Дюмар во Франции происходит романы за романами, выдающееся произведение за выдающимся, переводы за переводом. Мальчик, который до 35 лет валял дурака, и у которого было ничего не слышно, вдруг становится человека, мало того, что практически во многом создавший французскую литературу, но и создавший французскую историю. То есть это отец? Отец, отец. То есть человек, создавший историю. И как только Александр, как только Николай Первый уезжает, он отправляется в Россию путешествовать, почему-то по самому этому направлению Пушкина. Данный Пушкин на французский язык переводит всю свою жизнь. Тоже какие-то странные. Мы видим, что, безусловно, подобного рода сочетания совпадений, они могут быть совершенно случайными. Вполне возможно, что совершенно случайным образом Александр Дюма подружился с Дантесом. Дантес хорошо знал Александра Сергеевича, много чего ему рассказывал. Поэтому он заинтересовался благовы у тех и тех родственников были негры. Потом есть несколько цитат, по которым Дюма признается, что у него негры по осовской линии, в то время как они у него по материнской. То есть это первая точка зрения. И он настолько заинтересовался Пушкиным, его журналом, его современником, что он путешествует по пушкинским местам, посещает нынешних издателей и владельцев журнала «Современник» и так далее, и так далее. Пишет роман о декабристах, который был по большому счету другом Пушкина, и так далее. Это все возможно. Это все возможно. Но согласитесь, что все это очень странно. И в самом деле, если мы подумаем, что всего лишь имя Дюма было всего лишь некоторым прикрытием, то есть легендой русского разведчика. Русского разведчика, как это не поздно сейчас звучит, эта фраза, потому что нас всех уже достали русских разведчики, всего лишь. Его вторым именем, и что на самом деле никаких южных длительных командировок и заточений в Михайловском не существовало, а существовало просто путешествия Александра Сергеевича по заграницам, потому что согласитесь, что высший аристократ того времени, не побывавший за границей, меня это еще в школе удивляло. Это невозможно. Тем более свободно владеющий французским языком. Они же все путешествовали по Италии, по Германии, в немецких университетах учились, того было характерно. А тут наше все, и только на России был максимум, куда он путешествовал, это в Одессу. Хотя очень любил путешествия, это согласитесь, странно. И тоже с Михайловским, там же случай какой, он приехал, его выслали, типа считается, под назор отца. В течение первого нескольких недель у них произошла ссора. В результате вся его семья из Михайловского уехала, он остался типа один и ходил, типа считается, что в Трибургской. Куда он ходил? Может, в это время его в Михайловском не было, и остался его большевый паспорт, где он под именем крестьянина ходил куда-то сбежать, где он показал свой истинный рост. То есть, вот это проблема, какого же роста был на самом деле Дюма. Если Дюма действительно метр девяносто, то вопрос снижается, потому что можно очень сильно раскормиться, как я, допустим, так что люди тебя потом не узнают, но очень сложно подрастить на 30 сантиметров. Невозможно. Но, тем не менее, здесь в них какая-то есть загадка человеку, который художественно хоть сколько-то одарен. Я рекомендую сценарий или роман, который можно назвать Дантесом. А Дантес тоже реликный человек на самом деле. После этого он стал сенатором Франции и чиновникам и послом по поручениям Наполеона Третьего. В том числе он, наверное, ввел переговоры с Австрией в частности. То есть он был доверенным лицом Наполеона Третьего. Сделал блестящую карьеру. Это не каждому повезет быть сенатором Франции, другом Дюма и убийцей великолюбовского поэта. Это же надо же этого достигнуть. Согласитесь, что это как бы так странно очень. Но, тем не менее, подобного рода подход он имеет место быть. Конечно, все это выглядит странно. Если понимаешь, я был бы поезд. Сел бы ты туда и через двое суток ты уже во Франции. Ты мог так жить спокойно на два дома. Тогда происшествие занимало больше времени. Поэтому все это выглядит спорно. Ну, две недели. Да, две недели. Две недели. Но, тем не менее, между Ниной и их биографией и даже их описанием. Вот Андрея Мала, когда если забыть, что он Александр Дюма описывает, закрыть это дело, то ты думаешь, что он описывает Пушкина. Испончивать пираменты и т.д. И особое жизнелюбие. И чего только в этого не было. Но, тем не менее, как бы вот это так, как это ни странно. Ну, и то, что на самом деле у нас в России если взять французских писателей больше всего любят Александра Дюма и больше всего знают и читают. То есть в этом тоже сказывается какая-то близость Дюма именно на нашем интерьете. Да. И притом есть еще некая особенность у них очень забавная. По целому ряду произведений Дюма другое не по всем. Скорее, все-таки фабрика работала, да? Человек, который написал эти произведения, например, Тремушкетюра, человек высокого интеллекта очень. Как и Александр Александрович, это тоже человек высокого интеллекта. Ну и вот это понятное чести опять же. В большем своем части это не развлекательное чтиво совсем. Да? Да, да, да. Честь вот такая. Ну, все, все, что связано с честью, да, вот дуэльность какая-то, да, вот интриги. Вот это вот, вот все это как бы характерно для Пушкина и в его повседневной жизни. Ну, просто еще интересно сделать еще замечание. Он туда был направлен в качестве просто скрытого дипломата или разведчика на запад или он был там в качестве профессионального убийцы. И считает, что Александр Сергеевич исключительно точно стрелял. При этом он своим искусством не пользуется на дорогах. То есть он часто отказывает своего выстрела. Потому что при его стиле стрельбы у его противника не было шансов. Ну, говорят, он еще носил с собой вот эту вот эту трость известную, который фехтовал очень искусно. Ее показывают в музее. Она на самом деле была тоже оружием. Михайловская. Ну, я пытался даже ее потрогать, мне не дали. Ну, считают, что она неподлинная, конечно. Свинцом там залита. Да, такая толстая штука. А мне-то ее поносить-то можно. Нет, не дают. Ну, вот это странная вещь. Я говорю, что, может, это, конечно, не так, но у них такое количество параллелей, что любому одаренному романисту или литератору можно написать замечательный роман на знак его Дантес, допустим. Потому что есть фигура, которая того и того объединяет напрямую. Ну, тут немножко удивительно. Вот есть же христианская бутылка, что все тайно рано или поздно становится. Явно, да. Когда получается, что как-то странно вот эта вот связь, она почему-то как-то не обнаруживается. И почему-то нет ни документов, ни каких-то свидетелей, ни писем, ничего-нибудь такого, чтобы однажды разоблачил вот этот рим. Почему-то ничего этого нет, ничего-то не обнаруживается. Ну, это же просто, это же... Не, ну, это странно же, что фактически ведь это настолько интересно, что получается, что сама жизнь она интереснее любого романа, любого детектива. Да, это очень на него похоже в будущем основательном современника явиться в дом Панаврина Некрасова. Так а что же он не оставил никаких подсказок где-нибудь своих произведений или в чем-нибудь там? Не знаю. А он не оставил их? Ну, вот, судя потому, что ты расскажешь, он, видимо, оставил как-то неявно то, что написал там роман о декабристах. Там же очень прикольно. У него же даже у Дима даже сын был женат на русской. То этот был женат Пушкин на Гончарова а этот был на Новишкина. Ну, просто представьте себе насколько они были связаны. Так а как с этим романом? Ну, как тогда Дима действительно есть же вот нас учили в школе что там вся знать была та, которая от народа что они там только на французском говорили языке. Ну, да, вот тогда и этот Дима и писал этот роман про декабристов общаясь только на французском. Ну, так вот нужно было эту информацию взять у себя у себя в Париже вот эту подробную информацию ты должен был взять Дима. А у Тантеса? Ну, так нет. Ну, там такие подробности рассказывают есть в этом романе которые не могут знать ни французы никак не могли взять. Это было входить в кружок не подробности может это литературный вымысел? Ну, вполне возможно. Нет, ну, это считается, что там много подробностей которые соответствуют реальности которые можно было узнать только входя в кружок области. И невозможно это было никак узнать со стороны. Вообще Пушкин такая фигура как бы известна при жизни. Ну. И Дима тоже. Да, да, да. А можно ли было вообще вот так скрыться как-то? Так вот получается что можно. Вот читаешь его про южную ссылку считается, что там 4 года жил и он тут путешествовал. Кто с удивлением узнает, что как только поехал скупался весной в Днепр и заболел воспалением легких его родственники начали везде возить он и побывал и в Крыму и на Кавказе на воду. Потом он уже осенью то есть буквально за 3-4 месяца он приезжает в этот и ведет свободный образ жизни. На работе его никогда нет. Считается, что он путешествует то в Одессе то у каких-то своих поместьях под Киевом то еще где-то. На работе его никогда нет. Опять тоже точно здесь он сидит высший аристократ того времени сидит и считается по официальной версии вдвоем с няней зимой. Это даже на комнату показываем хотя дом не сохранится они новую построят. Топить было дорого и у них комната посередине печка с другой стороны его няня живет с другой стороны Пушкин. Вот теперь где он? Два года он таким образом существует. Отлично это во Франции революция Дюмаш термой этот юлерии в дворец. Где у вас Александр Сергеевич? Александр Сергеевич к этому времени оживается где-то в Болдине. Вот. У него типа получилось в Петербурге опять его нет. Да, творчество так похоже это творчество. Ну вот смотри допустим согласись что какого-то другого французского писателя знаешь хорошо так как Дюма. Ну и в Дубах было? Ну мы в того не знаем я в того вообще не знаю но можно так перебирать каких-то французских поэтов и писателей но вот Дюма для нас наиболее близкий мы лучше всего знаем и по духу я даже подозреваю что Тремушкетеры и вообще все эти истории лучше всего любят и знают у нас в России а не где-то там в Рубежон. Ну это тоже это не аргумент на самом деле конечно. Это просто интуиция такая. Это что у нас и будет Но есть же второй пример такого писателя двуязычного который стал одновременно и русским писателем и американским Набоков Набоков точно так же был двуязычный только сначала он научился говорить по-английски то есть тогда была мода на Англию а не на Францию а потом научился на русском говорить точно так же он стал писателем его американцы и считает выдающимся американским А позже больше жизни в Швейцарии в Швейцарии Нет, ну сам факт состоит в том что наши люди русские люди могут быть двуязычными и достигнуть успеха А с Ростом что делать? С Ростом не знаю что делать Рост это аргумент Надо узнать реальный рост дома Потому что метр девяносто меня как минус шея 7 метр девяносто Панаева обратно бы написал Обязательно Высокий его рост был по-моему за два метра был по-моему Петр Первый 2,04 Ну на самом деле это ему выдающийся его сразу выдающийся фигур Естественно если бы Дюма был выдающийся рост я думаю это было бы как-то зафиксировано везде Так вот интересно узнать какого считает что он был так кругленький пухлюки а рост какой он при этом Пушкин-то вот был маленький то есть когда я об этом услышал у меня ростом все какого и в пути я нашел фальшивый паспорт Пушкина в исследовании не знаю какого-то автора автор тоже какой-то по-моему штатный ученый из Пушкинского дома обсуждает проблемы у Ростова Пушкина и там качество приводит но была же целая комиссия по поводу дуэли Пушкина она что-то заседала какие-то выводы сделала как же с ней быть не знаю как она сделала вполне возможно чтобы правда открылась и Николай Первый и Александр Сергеевич по большому счету пришли на самом деле все и это построено может быть специально и планировалась его новая жизнь официально официально все это оканчивалось его жизнь в России и он обратился там вхож в самый верхей у него же лучший друг Дантес доверное лицо самого ну и Дантес тоже видимо служил на русском двору у нас же Дантес после этого он был депортирован из России из Российской империи его довезли до телеги до границы выгрузили это все понятно или не было этого было может быть это все разыгранное это же замечательно цена не разыграна это же замечательно но человек ладно он был рассчитан на то что он не пострадает если они действительно решили фальсифицировать смерть Пушкина как до этого пытались фальсифицировать смерть Льма в 1932 году если не странности с тем где его хоронили и как странности с тем что там как потом после его похорон туда никто не ездил особо-то не горевали как-то там потом Пушкин за поэтом да но когда дело доходило до переводов стихов Пушкина он становился поэтом он их переводил как поэт потом только Пушкин фактически в силу солидарности потому что все они имели африканское происхождение все негры ну да Пушкин и писатель он уже написал много исторических романов он писал историю Пугачевского Бунта он написал он на самом деле исследовал да он работал в архивах по большому счету ее и создал получил за это большую премию в свое время от императорской семьи вот там точно так же человек очень много работает в архивах человек практически создает историю Франции но известно что Пушкин был бонапартистом но любил Бонапарта этот Александр Дюмай является его официальным биографом фактически то есть это самая знаменитая у меня она даже есть библиотеки его знаменитая описание история Бонапарта Бонапарта она принадлежит первого Александра Лима то есть это как художественное или просто историческое произведение оно скорее как художественное оно малоисторическое то есть для того чтобы его читать мне его сложно надо очень хорошо знать историю природских войн ну это типа как популяризатор как у нас пикут она издана у меня в издательстве жизни замечательных людей нет конечно гораздо более высокого уровня может его тяготило на самом деле вот эта большевая смерть Дима может это была попытка снять еще там была первая ему сказали нееееееее у нас у разведчика вход рубль выход 2 иди-ка ты там разведай извините какая фальшивая смерть Дюма была когда-то в 1932 году считается что его поймали и расстреляли реалисты об этом сообщили все газеты а Пушкин у нас умирает в 1937 не мог он в 1931 году женится а в 1932 году его расстреливают во Франции потом он обнаруживается в Швейцарии считается что он был не убит а он сбежал в Швейцарию а вот так да то есть это какое-то чудное спасение спасение ну считается что ошиблись как все газеты об этом написали считается что он ошиблись что друзья ему что ему угрожают опасность его предупредили и он сбежал в Швейцарию насчет того что тех же похорон на эти Пушгоры как они назывались в бога до этого не знаю Божьи или как-то не помнишь как они у меня просто выскочила из головы недавно это уже переименовали в советское время там он же за несколько лет купил там участок потом там его мать похоронена там что-то там мы были в этом деле мать кажется да или отец там не помню тот из родственников там тоже похоронен там рядом вот эта усадьба вот эти две усадьбы Михайловская и Три Трегубская Тригорская Михайловская Тригорская Тригорская и Петровская Три ну да вот эти В Петровске его жили богатые родственники со стороны отца там эти дети которые были адмиралата Нет, на самом деле если задумываться и Пушкин всю свою карьеру в России он постоянно бедствовал постоянно был там должен всем там постоянно ему не хватало денег там и прочее возможно вот этот такой ход уехать за границу и там если считать что все-таки он существовал в том числе как хорошо было бы хорошо зарабатывать деньги и провязаться ааа это у Пушкина смысл? то есть да что наши поэты не служат господа наши поэты сами господа сам факт состоит в том что у него постоянно вот эти были денежные проблемы он хотел как-то найти способы их решения возможно это было просто решение возможно была договоренность какая-то о том что вот его семью не оставят или он Николай первый заплатил а потом все долги ну кому он заплатил Пушкину или своей любовнице это непонятно ну как в смысле 550 тысяч что были заплачные из казны из казны? да казна заплатила все долги его оплатила а в честь чего? непонятно от честь чего но часть красоты Натальи Кочевой ну сам факт состоит что много вот таких всяких маленьких штрихов которые показывают что здесь что-то есть нечистое а что что-то здесь какие-то изополнительные информации она пишет ситуация была с Нерматом которого пристрелили на Кавказе на Дуэре ну поскольку было лето типа его похоронили прямо там но через некоторое время его перехоронили в его поместье где он там в Курске был под Калугой не помню в смысле перезахоронили поскольку лет его тут же там захоронили а потом этот же гроб достали и да кстати он Пушкин тоже был в закрытом гробу был похоронен что там с ним ну можно как я же как в закрытом так отпевание же было вот на конюшене у нас это там же что-то то я не знаю я не знаю я не знаю мне просто любопытно тогда сказать что Пушкин такая выдающаяся личность которая ну если принять принять эту гипотезу что Дюмар Пушкин это одно и то же лицо который умудрился создать себе выдающиеся имя в одной стране а потом выдающиеся имя в другой стране и в общем-то фактически это как ты говоришь даже повлияет на исторические истории конечно он главный практически создатель французской истории Дюма в смысле а не Пушкин он создатель французской истории ничего с этим не поделать но это именно так ну и создатель можно сказать и российская литература и поэзии и российская может быть так а что до Дюма не было французской истории или как или просто это один из вариантов типа как у нас Ключевский просто так сказать красиво написал историю может быть точно так же или ну по крайней мере он эту историю взял какую-то картину истории сформировал и вывел людям на рассмотрение мы же теперь все знаем про Генриха Наварского всех прочих хотя сам Дюма говорит что история всего лишь для него гвоздь на которой я вешаю свою картину нет так я не помню Дюма был что историком или он просто он любил работать всегда в архивах и занимался занимался всегда подробно историческими исследованиями как и Александр Сергеевич Пушкин здесь они абсолютно одинаковы но Пушкин как он не был как таковым историком просто вот практически профессиональным историком ему принадлежит первоизвестная история Пугачевского бунта более того у него есть очень пара замечательных свидетельств например Пушкин пишет о том что увидел в архивах в которых работал копию отречения Петра Первого от престола после этого его уже никто не видел вот он считается что увидел чуть ли не последний из известных людей то есть после замениться Пуцкого похода Петра Первого считается что отрекся от престола после какого поля Пуцкого Пуцкого когда он в плен попал турецкий плен да считается что он отрекся от престола и не был империут на самом деле он наехал в Баден-Баден и потом лечился чего-то лечиться было нельзя считается Он работал с архивами настолько профессионально, что многие документы, о существовании которых мы знаем только со слов Пушкина, в том числе о факте отращения Петра Первого от престола. А эти пушкинисты-то, вообще литераторы, они же по творчеству могут определить один этот человек. Я бы тоже, наверное, смог, хоть я не пушкинист, но не литератор. Но проблема, что он написан на двух разных языках. Я тебе могу сказать по поводу высокого интеллекта. Что Александр Дюма далеко не во всех своих произведениях это не демонстрирует. И во всяких там ты-ты-ты-ты, ну там у него серии там выходи. Но в главных, в трех мушкетерах, в 20 лет спустя и у всех прочих, он демонстрирует высочайший уровень интеллекта. Очень похожий в этом смысле на Александра Сергеевича. То есть Александр Сергеевич тоже демонстрирует постоянно высочайший уровень интеллекта. Это большая редкость между прочим для писателя. Высочайший интеллект? Конечно. Ну и потом считается, что как раз времена ссылок были созданы в Божьем наиболее так. Да, да, да. Болтинская осень, вот. Первая Болтинская осень, вторая Болтинская осень. Вот я его на биографии, я просто делал в цернах. Игорь же и указывает, что ссылки могут быть колоннировой специфические. Игорь, если он в это время был во Франции, то чем там занимался в первой Болтинской осень, во второй Болтинской осень? Дюма чем занимался во Франции? Не знаю, надо представить, чем он занимался во Франции. То есть, смог бы Пушкин написать? Если, может, там Дюма какой-то такой деятельностью занимался, которая несовместима была бы с Болтинской осенью? Ну, видишь, никто не знает, какой деятельностью там Дюма занимался. Потому что Дюма в это время, когда Пушкин творил на русском языке, очень мало писал. Он посчитал что-то ладно, до 35 лет он написал там несколько стихотворений и десяток пьес на это. Пушкин написал, наверное, стихов на французском больше, чем Дюма. А потом после смерти Пушкина просто отброс? И с дикой силой, просто с дикой силой. Тут, если ты даже, если не читал, даже держал его трилогией типа «20 лет вести», то вот такие кирпичи, их три штуки. Потом графиня де Монсеро. Опять два кирпича, 45 потоньше. Ну, этот, граф Монте-Крис, он считает, что бы на него написал, у него был с автором. Тоже два кирпича. И посыпалось, в таких количествах посыпалось, это же в ужасных хвостах. Нет, вполне возможно, что человек сбежал из России, Дюйсана Сергеевича, единственным близким к себе человеку, вот такому уже полунегру, как он, и обратился. И тут его сделал основу своей фабрики. По писанию его роман. Поэтому тоже нельзя отказаться. И все время с Александром Сергеевичем плотно общался. В результате. И настолько вошел в это обросло русской жизни и русской истории, что после этого даже захотел путешествовать по России, пообщаться с этими людьми, которых Александр Сергеевич. Ну как-то это невероятно звучит, на самом деле. Почему невероятно? Ну как-то уж более много совпадительно. Это из-за разряда, что снаряд в одну и ту же воронку два раза попадает. Ну а здесь он раз 50 попадает. Причем прикол сытый, что снаряд попадает раз 50 в одну и ту же воронку. Возвратить этого, кроме того, что они были разного роста сильно, мы ничего не можем. Ну для романа действительно все же хорошее. Да. Меня-то удивляет, что это никак не вскрылось на самом деле. Кроме вот таких догадок, нигде ничего никак не понимается. Я-то всю жизнь считал, что пушкинисты настолько биографию Пушкина отделали, что каждый его день известен по часам. Нет, у него оказывается его южное путешествие, его Михайловское. Это большое белое пятно. Известно, что он куда приехал, известно, что куда уехал. Известно, что он ездил в Тригорское и пьянствовал в бане и играл в карты. Просвещал ему Керн в Вавилонской лоднице, и написал ей стихи, стихотворение посвященное. Ну так ребята, это все можно сделать за неделю. И он Керн просвещает, стихотворение ей написать и в карты в бане проиграть. Где ты был остальное две недели? Да у вас все, у вас Брюллов путешествовал по Италии, у вас любой аристократ, они жили там. А тут высочайший аристократ всю жизнь без звезды сидит в России. И это притом отличие от них всех. Некраса, например, не говорил по-французски. Совсем. Не говорил, да. Это человек, который свободно владел языками. Сейчас исторический спорт. Говорил ли он по-английски? Говорят, что нет. С другой стороны, он переводил баера. Опять-таки Пушкин. Некраса, как разночинец был, он не был до Веренина там, по-моему. Как? Не было Веренина. Ну, разночинец был. Вроде бы разночинец был. Вот та же Анатолия Панаева, она была дочкой актера Александрийского театра. То есть она тоже не была до Веренинка. Она как раз свободная была по-французски. Некрасов? Ну, вроде бы не был, да. Надо посмотреть внимание, он был назначинец на Веренинке. Ну, все. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...